Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот стало известно о том, что призвавший к бойкоту, как написали СМИ, новогодних шоу Меладзе, не попал в пятерку звезд огоньков. То есть людей опрашивали, кого бы они хотели услышать или увидеть по телевидению в новогоднюю ночь, в праздничную, так сказать, ночь. И Меладзе не попал даже в пятерку тех звезд. Я уже давно говорил, что для меня звезды это шахтеры, врачи, медики. Это не просто слова. Для меня звезды пенсионеры, благодаря которым мы живем. А это люди, срубающие баснословные деньги. И это просто известные люди, исполнители, певцы, которые, кстати, давно открывают рот периодически под фанеру. Значит, тем не менее, заслуженный артист России Меладзе, призвавший к Олег, как написали СМИ, к бойкоту новогодних шоу, он призвал не ходить. То есть он написал слово бойкот, самое интересное, что. Не попал в пятерку звезд огоньков. Об этом сообщает РБК, сосылка на результаты опроса, проведенного сервисом Суперджоп. Значит, самое интересное, выяснилось, что только 12% респондентов планируют после полуночи смотреть новогоднее шоу. 12 всего процентов, друзья, вы представьте себе. Это, ну, получается, практически никто не собирается смотреть. 32% телевизора собирается включить для фона. Еще 38% россиян вообще не собираются смотреть огоньки. То есть фактически не собираются потреблять этот контент, слушать, смотреть нормально. Это 38, да прибавьте 32. 70% россиян, подавляющее большинство, фактически вообще не интересуются новогодними вот этими огоньками. Они нахрен никому не нужны, эти новогодние огоньки, в том формате, в котором они на данный момент есть. Недавно Мария Шукшуна, вы все помните, сделала заявление и сказала, что я в низкопробном контенте вообще сниматься не буду, я лучше к церкви пойду с детьми встану, милости не буду собирать. А новогодние огоньки в том виде, в котором есть, вообще никому не нужны. Я присоединяюсь полностью к ее заявлениям. Значит, среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет доля, так сказать, 47%. Значит, старше 45, 29. Ну, люди постарше действительно могут посмотреть и так далее. Значит, из артистов россияне больше всего хотят видеть в новогоднем эфире певцов таких, как Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Зиверт. Ну, не знаю, действительно ли это так, напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть. Я думаю, что есть огромное количество молодых исполнителей. Вообще, здорово бы сделать было два альтернативных новогодних огонька. И вот просто посмотреть функционерам там этим телевизионным, что новогодний огонек с молодыми исполнителями, вы бы смотрели гораздо больше. Но здесь, вы знаете, у нас огромное количество все-таки людей есть, которые хотят услышать, так скажем, классическую, традиционные какие-то песни. И, безусловно, их тоже лишать этого нельзя ни в коем случае. Поэтому, я говорю, два провести. Все-таки люди старшего возраста действительно хотели бы послушать. Есть песни у Пугачева, прекрасные ведь, абсолютно прекрасные произведения и замечательные же песни. «Любовь, похожая на сон», например, одна из моих любимых песен. У Киркорова, например, вот сейчас он жестит, так сказать, уже, я не знаю, несколько лет какой-то ерундой занимается. А раньше-то ведь у него репертуар был просто отличнейший, песни ведь замечательные были. «Я не Рафаэль» песня, там, «Ты, ты, ты», да, то есть очень хорошие. Лобода, Зиверт, одна из таких молодых исполнительниц довольно интересных тоже, мне кажется. Значит, дальше идет Макс Барских, Сергей Лазарев и только потом идет Меладзе. То есть, соответственно, Меладзе при всем том, что он довольно много берет на себя, имея в виду, что, говорит, раз нам, так сказать, запрещает проводить корпоративы и фактически зарабатывать бешеные бабки, извините за выражение, на новогодних праздниках, новогодних корпоративах, давайте, так сказать, тогда и обойдемся без праздника по ТВ, да, люди пусть нас не увидят. Люди, кстати, поддержали, сказали, окей, здорово, хорошо, что мы вас не увидим, мы сами спляшем, сами споем еще лучше. Значит, он не входит даже, он пятерку не входит, то есть среди тех, кого хотят увидеть, это 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Восьмое место занимает Меладзе среди всех, так сказать, исполнителей, которых россияне хотят вообще, в принципе, увидеть, услышать, так сказать, с телеэкрана. Поэтому я думаю, что это о чем-то, да, говорит. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, я думаю, что большинство, большинство из вас уже раньше писали комментарии, и вы относитесь к 70% людей, которые либо включать будут для фона, либо вообще не будут смотреть эти новогодние огоньки. По-моему, там 2-3 комментария было от тех, кто реально смотрит и, так сказать, что-то там такое дельное писали, как правильно это реформировать и так далее. В любом случае, интересно, так сказать, кого бы вы хотели видеть по ТВ в новогодних огоньках? Может быть, кто-то обратит внимание на это видео? Может быть, действительно. Я сомневаюсь в этом, но может быть. Чем черт не шутит, как говорится, да? Напишите, пожалуйста, кого бы вы хотели видеть, значит, на новогоднем огоньке? Кто бы вы хотели, чтобы спел? И тогда бы вы включили не для фона, а действительно включили бы федеральный телеканал и с удовольствием бы, так сказать, слушали, смотрели вместе с родными, с близкими, с друзьями, собравшись за столом, значит, и это вам подарило какую-то праздничную такую атмосферу и удовольствие. Скоро Новый год, остается уже совсем немного времени. Значит, ну, с наступающим позвольте, конечно, еще не буду. С вами был Будда Гришна, друзья. Значит, подписывайтесь на мой основной канал, на котором вы сейчас находитесь, на канал саморазвития Будда Гришна Live. И добавляйте в Инстаграм, будем дружить, обмениваться сообщением. Будда Гришна, нижняя почулька не офишил. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok